Всем привет! Я Кирилл Зинович и я полузащитник футбольного клуба «Локомотив». Знал я агент, мне позвонил, сказал, есть разговор, нужно встретиться. Мы сели, он сказал, что так и так, есть очень большой интерес со стороны «Локомотива», руководство, в том числе тренер, очень смотрел давно, очень хочет. Я сказал да, потому что «Локомотив» — большой клуб, считаю, что это шаг вперед для меня, для моей карьеры. «Локомотив» — «Локомотив» более выше в таблице. По мне это клуб, как сказать, даже. Они в Еврокубках играют. Это и выбрал. Потому что марка очень интересна, когда интерес от тренера идет. Это очень важно для игрока. Можно перейти, как бы ты перейдешь, ну тебя так, перешел, ну перешел. А когда тренер себе ходит, ты перешел, он с тобой работает, разговаривает, говорит, подсказывает, что нужно, в чем добавлять. Это очень важно для игрока, когда тренера идет интерес. Я прилетел в Москву, медосмотр проходить. Он позвонил, познакомился, пожелал удачи на медосмотре. Сказал, будем на связи. Все прошло успешно, прошел медосмотр. Вот я приехал, мы еще раз здесь встретились. Сказал, что работать, что у меня все есть для того, чтобы здесь играть, доказывать. И сказал, что ему без разницы, кто будет, кто сильнее, кто-то будет играть. Пожелал удачи, успех. Отметил бы, ну по сравнению с Белоруссией, организация на топ уровне. Тут все, тут тебе только нужно думать о футболе. Медицину, тут все есть. Все. Только в футболе. Выходи на поле, тренируйся, доказывай. И я много матчей смотрел Локомотива. Очень много мне нравится, как играет футбол, как поставленная игра, что требует от игроков. Это впечатляет. Ну, конечно, переживал. Да, переживал. Особенно первые дни. Понятно, когда такой клуб, кажется, это для Беларуси, это большой трансфер. Для клуба моего Минска, для бывшего, я помог в плане финансово, потому что клуб не такой богатый. Я не понимал, я просто не понимал, почему так. Как бы переживал за это, что Локомотив может сорваться, но, слава Богу, все решилось и я здесь. Очень рад. Да, конечно, жду. Тем более тренер, он хорошо меня знает. Конечно, жду. Буду очень рад вызову. Очень хочу. Все-таки национальная сборная. Все мы хотим. Очень буду рад, если вызовут. Ну, конечно, да. Поздравляли. В основном много людей. Очень много. Даже я еще не перешел уже с Локомотивом. Фанаты, там, болельщики. Точно не знаю, писали. Желали удачи и поздравляли. С Минска все поздравляли. Было приятно, очень приятно. Таковых переговоров не было. Я, ну, я знал, что интерес есть от клуба. Позже так получилось, что мы... Я был сборной и мы лично там увидели, встретились с тренером, главным Борисского БТ. Поговорили с ним, как дела? Так. В дружеской атмосфере. Он сказал, буду очень рад как бы видеть тебя, если хочешь, можем встретиться. Я сказал, я подумаю, но у меня в приоритете уехать в другой чемпионат. Но он сказал, что будет рад меня видеть. Если что, набирать, встречаться. Вот так произошло все. Что нужно сделать? Ну, в первую очередь работать, тренироваться, показывать хорошую игру. Примеры как бы есть. Тоже Лисакович показал себя на топ уровне. Он здесь. Я считаю, что я неплохо проявил, заслужил быть на этом месте. Мне плохо повязал себя в чемпионате в свои годы. Забил, отдавал, играл. Получил приглашение и очень рад. Ну, да, познакомились. Советы. Сказал, если нужна помощь, чтобы обращался к нему. Добрый парень, отзывчивый. Если что, я думаю, он всегда поможет, если что-то нужно будет мне. Лично с ним, конечно, я не знаком. Он уже уехал, когда я начал. Ну, понятно, я присутствовал на игре на замене. Сидел, это, наверное, единственная игра. Я был на замене за Минск, играли Шахтером. Вот он играл и потом уехал. Лично так с ним не знаком. Ну, познакомимся. Ну, это приз за молодежь. Это как бы молодежное первенство есть в Беларуси. И каждый год там награждают лучших игроков. Вот я получил. Ну, очень рад, конечно. Это и на уровне высшей лиги тоже есть этот приз. Это все одна церемония. Все в одном месте происходит по возрастам. Получил, да. Ну, очень-очень тоже рад был, конечно. Ну, и неплохо показался тогда в чемпионате. Забил много мячей. И получил приз. Отдавать передачи, пробить. Это мне нравится. Получаю удовольствие, когда я даю хорошие передачи. Ну, получается, что так. Ну, не я же выбираю себе позицию на поле. Тренер смотрит, видит, он ставит. Говорит, что делать я делаю, как бы. Я же не могу сказать, я пойду играть в центр нападения. Там есть свои ребята, кто сильнее на этой позиции. Тренер верит, что я сильнее в центре. Ну, значит, буду играть в центре. Ну, за счет роста играю головой достаточно хорошо. Думаю, удар. Удар – передача. Не считаю свои козыри. Оборона. Над обороной нужно работать. Я это точно знаю. Ну, и физически подтягивать, так сказать. Музыку люблю слушать очень. Больше рэп слушаю. Очень нравится. Не слушаю то, что современное выходит. Не очень мне нравится. Более такие старые треки. Плейстейшн играю. Да, люблю играть в Плейстейшн. Куплю себе Плейстейшн, буду тренироваться и играть. Да, разные. Та же FIFA. Это 100% FIFA. Иногда хочется вечерком сесть, какое-нибудь игру на прохождение, пройти. Войнушки, стрелялки люблю. Характер целеустремленный, наверное, взвешенный и неуступчивый в футбольном плане. Ну, соответственно, я приехал сюда не просто так. Я не хочу приехать там, сидеть на замене. Да, не без этого, конечно. Но цель для меня – тренироваться, доказывать, чтобы все вокруг увидели, что я не просто так сюда приехал. Цель – в основной состав попасть и играть, чтобы все было хорошо, выигрывать трофеи. Болельщики Локомотива рады со всеми познакомиться. Буду делать все, чтобы радовать вас, отдаваться полностью на поле и чтобы мы все вместе выполняли те задачи, которые перед нами стоят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова